Французская столица по праву считается средоточием европейской культуры. Находящиеся здесь музеи обладают обширнейшими коллекциями экспонатов из всех, которые только может увидеть человек. Эти места во многом определяют облик и статус современного Парижа. Вообще, город в этом плане чрезвычайно богат, есть много специфичных и забавных заведений такие как, например, музей магии, всего же их более полусотни, и обойти каждый будет невыполнимой задачей для туриста. Поэтому тем, кто приезжает в Париж впервые и хочет посетить выставки, можно порекомендовать сосредоточить свое внимание на самых именитых представителях данного вида. Лувр-лидером, который восседает на троне известности и славы, будет, бесспорно, Лувр. Его считают лучшим классическим музеем во Франции. Художественные экспонаты, выставленные на обозрение, относятся к разным странам и историческим периодам, начиная с античных Греции и Рима и заканчивая искусством середины XIX века. Подавляющее большинство из них большую часть времени хранится в заказниках, и показывается посетителям всего пару недель в году. Двери Лувра открыты для посетителей в любой день недели, кроме вторника с 9 до 18. Музей Орси Музей Орси расположился в реконструированном здании бывшего одноименного вокзала. Его коллекция хронологически дополняет экспонаты Лувра, представляя период с середины XIX до начала Первой мировой, или как тут ее называют «Великой войны». В музее представлены потрясающие коллекции скульптур и предметов декора. Здесь можно увидеть творения знаменитых живописцев – Мане, Ван Гога, Сезана и других. Для лиц младше 18 посещение музея является бесплатным. Выходной день – понедельник. Центр Жоржа Помпиду следующим местом, которое продолжает историческую линию экспонатов, будет культурный центр Жоржа Помпиду. В его залах расположились предметы современного искусства, в том числе от таких авторов, как Анри Матис, Казимир Малевич, Василий Кандинский. Помимо Государственного музея современного искусства, в центре находится библиотека, концертные залы, центр музыки. Внимание туриста обязательно привлечет издание, выполненное в стиле конструктивизма, которое занимает центр. Здесь ждут посетителей с 11 до 21, вторник – выходной. Музей Жакмар Андре тот, кому нравятся работы Рембрандта, Буша, а также шедевры художников и скульпторов итальянского Ренессанса, получит большое удовольствие от посещения музея Жакмар Андре. Гости могут воспользоваться бесплатным аудиогидом, в настройках есть и русский язык. По размеру коллекции художественных экспонатов, музей считается вторым после Лувра. Музей работает все дни, кроме 1 января, 1 мая и 25 декабря. Музей восточных искусств Гимми Произведения искусства из восточных стран сосредоточены в музее Гимми. Его собрание таких экспонатов крупнейшее в Европе. За основу была взята коллекция Эмиля Гимми, путешественника и очень состоятельного человека. Страны Востока были его страстью, что и стало толчком к собиранию различных артефактов этого региона. Посетить музей Гики и полюбоваться этими удивительными вещами можно в любой день, за исключением вторников и государственных праздников, время стандартное, с 10 до 18. Музей Родина В изящном особняке 18 века находится музей Родина. Знаменитый скульптор когда-то снимал здесь жилье, а впоследствии спас здание от сноса. После этого было решено превратить это место в музей, посвященный его работам. Сегодня в экспозиции музея имеются более 6000 скульптур разной степени готовности. Часть статуй, в том числе знаменитый «мыслитель», находится в саду вокруг дома. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.